Привокзальная детская библиотека номер 8 приглашает вас в путешествие вместе с книгами серии «Настя и Никита». Довольно часто путешествия начинаются с вокзала. Представляем вашему вниманию книгу Юлии Егоровой «Вокзалы Москвы». Москва – большой транспортный узел, связывающий между собой самые отдаленные уголки России. Через нее идут поезда во всех направлениях. Комсомольская площадь Москвы именуется площадью трех вокзалов. С одной площади отправляются поезда на Казань, Ярославль и Санкт-Петербург. Ярославский вокзал богато украшен майоликой, цветными керамическими плитками с изображением ягод, диковинных рыб и белокаменного Кремля. Внутри вокзала вы обнаружите лепных моржей, китов, еловые лапы с шишками и других представителей северной флоры и фауны. Почему Ярославский вокзал получил название «Северный»? Возьмите книгу и узнаете. Казанский вокзал своей архитектурой расскажет нам историю прекрасной ханши Сиумбике, в честь которой выстроена башня в самом центре Казани на территории Кремля. Ленинградский вокзал берет свое начало в 1842 году, когда было принято решение связать железными дорогами две столицы – Санкт-Петербург и Москву. Во времена Александра Сергеевича Пушкина путь между этими городами преодолевали на лошади в течение пяти дней. А вот поэту Федору Тютчеву повезло насладиться очарованием железных дорог. Полистайте книгу Юлии Егоровой «Вокзалы Москвы» и узнайте самую интересную информацию о старинных и новейших железнодорожных вокзалах – Савеловском, Павелецком, Рижском и Белорусском. Давайте представим, что мы сели в поезд и отправимся в путешествие по необычным местам России вместе с книгой Степана Кайманова. Удивительное озеро расположилось неподалеку от Волгограда. Днем его воды розовые, а к ночи приобретают золотой оттенок. Говорят, что в белых соляных берегах спрятаны сокровища хан Мамая. А кто знает, вдруг правда? Переместимся в восточную часть России и попадаем в Стеклянную бухту рядом с Владивостоком. Чем же она примечательна, спросите вы? Берег бухты устлан не только обычными камушками, но и гладкими осколками цветного стекла. Вот так калейдоскоп. Почему Стеклянная бухта находится под угрозой исчезновения? Читайте в книге Степана Кайманова «Необычные места России». Автор книги сравнивает нашу страну со старинным сундуком, где как сокровища спрятались достопримечательности. Чего только здесь не встретишь. Отправляйтесь в Крым на поиски привидений, в Якутию за алмазами или в Астрахань, где возвышается одинокая гора Большой Багдо. По легенде, ее на берег Волги переместили с Урала, и гора так обрадовалась, что стала поющей. Не слышали такого? Тогда смело берите в руки книгу Степана Кайманова «Необычные места России». А давайте пересядем на водный транспорт и вместе с книгой Светланы Горевой отправимся прямиком в Карелию, в край рек, озер и лесов. Чем Карелия обязана царю Петру Первому? Почему ежегодно местные студенты надевают на памятник Петру тельняшку? Почитайте и узнаете. В Карелии есть чудотворный источник с железосодержащими водами, Ладожское озеро с кристально чистой водой и милыми лежебоками нерпами на берегу. Здесь можно встретить 60 видов рыб и полакомиться вкуснейшими калитками. Чем еще порадует путешественника Карелия? Читайте на страницах книги Светланы Горевой «Карелия. Край рек, озер и лесов». Анастасия Кудряшова в своей книге предлагает нам отправиться на Сахалин, самый большой остров в России. Здесь необычайно богатый и удивительный растительный мир. Северные и южные растения произрастают на одной почве и не мешают друг другу. Поражает своим величием хвойное растение-долгожитель тис остроконечный. Жители Сахалина гордятся им и берегут его. Туристы удивляются, когда видят гигантские лопухи и сныти, соседствующие с ними росянки и лианы лимонника. Из книги Анастасии Кудряшовой вы узнаете и о фауне Сахалина. На скалистых берегах устраивают лежбище тюлени и громко галдят над морем птицы. В морских водах встречаются кошелоты, косатки и белухи, а на берегу лисицы, песцы, зайцы и другие лесные звери. Сахалин – удивительное переплетение культур японской и русской. Какие достопримечательности острова напоминают нам о японском прошлом? Читайте на страницах книги Анастасии Кудряшовой «Сахалин. Самый большой остров России». Завершим виртуальное путешествие в столице нашей родины – Москве. С писателем Юлией Лавряшиной пройдемся по паркам Москвы. Сокольники – самый старинный парк столицы. Здесь есть маленькие уютные кафешки, проходят концерты и фестивали, работают аттракционы. Интересно, откуда такое название? При чем тут соколы? Если вы интересуетесь растениями, добро пожаловать в Актекарский огород. Оранжерею под открытым небом. А вот какие именно растения вы можете встретить в этом парке? Ищите ответ в книге Юлии Лавряшиной. Любите животных? Отправляйтесь в московский зоопарк. Хотите прикоснуться к истории? Сарицыно или Парк Победы на Поклонной горе. А если вы ценитель современного искусства, для вас открывают двери зарядье. Всего три минуты ходьбы от Красной площади. Прочтите книгу Юлии Лавряшиной «Парки Москвы» и выберите то место для отдыха, которое подходит именно вам. Если уж вы оказались в Москве, то просто необходимо посетить Кремль, ведь он считается сердцем столицы. Наталья и Василий Волковы в своей книге «О чем молчат башни Кремля» познакомят вас с этим величественным сооружением. Оказывается, изначально крепость была деревянной, много раз страдала от пожарищ и восстанавливалась. Со временем Кремль отстроили из известняка, сделав его белокаменным. А после очередного разрушения для строительства воспользовались красным кирпичом. И крепость обрела свой привычный облик. Правда ли, что под Тайницкой башней Кремля находится подземный ход к Москве и реке? Какое чудо произошло в Благовещенской башне? Как так получилось, что внутри Боровицкой башни находилась церковь? Обо всем этом читайте на страницах книги Натальи и Василия Волковых, «О чем молчат башни Кремля». Мы с огромным удовольствием приглашаем вас в привокзальную детскую библиотеку номер 8 за увлекательными книгами о русских городах и их достопримечательностях издательства «Настя и Никита». В фонде библиотеки есть все книги, представленные в этом обзоре, и другие не менее интересные книги серии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова